В спортивных залах Уникса оживленно как никогда. Преподаватели к своему великому удивлению видят среди многочисленной толпы даже тех студентов, которые обычно появляются здесь только во время сессии. Что это обыкновенное чудо или магия весеннего призыва? Не то и не другое. В Казанском Федеральном началась подготовка ко Дню Победы. И по традиции главными действующими лицами в снова будут студенты. Это очень хорошая идея провести марш, студенческий марш Победы и приурочить его к Дню Победы. Но в этом году это уже мы рассматриваем мероприятие как традиционное. Естественно, есть желание у руководства, но в большей степени есть желание у самих студентов провести такое мероприятие, а главное у студентов принять участие в нем. С тем, чтобы воздать, может быть, память тем не только работникам и сотрудникам, студентам университета, но и всем гражданам, всем, в общем-то, советским людям, кто погиб в годы Великой Отечественной, кто воевал. Здравствуйте, товарищи студенты! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! 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 В этом году, как и в прошлом, по улицам Казани пройдут 210 студентов. Попасть в их число довольно непросто. Требования местами строже, чем в армии. Это и выправка, и четкий шаг, и внешний вид, и, конечно же, чувство плеча. И если сейчас многие с трудом представляют, что такое строй, то к 9 мая перед взводом Казанского федерального поставлена цель промаршировать не хуже кремлевских курсантов. Удаться или нет, увидим совсем скоро. На подготовку у ребят осталось около месяца. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюс.